В эфире на Ульцкого телевидения информационный выпуск новостей. В студии Альфред Валяхметов. Здравствуйте. Праздничный концерт, посвященный Дню работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания, прошел в Межпоселенческом культурно-досуговом центре 13 марта. А в этот день слова благодарности звучали в адрес тех, благодаря кому наш город становится краше и чище, а жизнь каждого жителя комфортнее и легче. С профессиональным праздником работников отрасли поздравил глава администрации района Ильшат Фазикатов. Происходит дальнейшее укрепление материально-технической базы коммунальных предприятий за счет приобретения соответствующей техники. Внедряются новые формы взаимодействия с населением, преображаются улицы, становятся уютнее и теплее в квартирах. Выполняется большой объем работ по развитию систем водоснабжения и водоотведения. Санитарные очистки как в городе, так и в сельских населенных пунктах. Почетные грамоты Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан в связи с профессиональным праздником и за многолетний труд были награждены старший дорожный мастер Шихинур Шихудинов и начальник участка водоснабжения и водоотведения Роза Ушиярова. Почетные грамоты администрации района за многолетний добросовестный труд и успехи в работе были награждены 10 работников жилищно-коммунального хозяйства. Каждый из них приложил много усилий в развитии коммунального хозяйства нашего района и создании благоустроенного вида города. Благодарственные письма администрации района за добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником из рук главы получили пять лучших работников отрасли. С профессиональным праздником виновников торжества поздравил глава администрации города Фердай Весмедияров. Он отметил, что в этой сфере в нашем районе работает более 650 человек, и каждый из них вносит свой вклад в комфортную жизнь и на улице. В завершении торжественной части для всех зрителей прошел праздничный концерт. 18 марта отмечается день воссоединения Крыма с Россией. Именно в этот день, в 2014 году, полуостров официально вошел в состав Российской Федерации. На территории Республики Крым этот день официально является праздничным и выходным. В преддверии знаменательного события мероприятие, посвященное этому дню, прошло и в нашем районе. Крым наш. Под таким девизом вот уже шестой год подряд в нашем районе проходят спортивные развлекательные мероприятия. Участие в них принимает активная молодежь и трудовые коллективы района. С приветственным словом к гостям праздника обратился глава администрации района Ильшат Вазегатов. Событие неординарное в новой истории. При этом в Алиизлиане крымчан было озвучено или показано именно на референдуме 18 марта 2014 года, как уже ведущие сказали. Примечательно, что в этом году праздник прошел не на территории Сабантуйского поля, как в прежние годы, а в городском парке. Виной тому стало неожиданное потепление, но этот факт ничуть не смутил участников фестиваля. На протяжении всего мероприятия зрители радовали яркие выступления вокальных и танцевальных коллективов самодеятельных артистов. Тем временем спортивные команды начали проходить состязания. В рамках данного мероприятия у нас сегодня запланирован спортивный молодежный фестиваль, на который зарегистрировались 11 команд. Сегодня команды будут соревноваться в пяти видах испытаний. Это гири, дарт, перетягивание каната, легкоатлетическая стафета и веселые старты. Участие в спортивных состязаниях приняли 11 команд. Состав команды три женщины и трое мужчин. Самые ловкие и быстрые испытали себя на импровизированной беговой дорожке. Затем спортсмены боролись за звание самого меткого. Немало болельщиков собралось вблизи площадки, где состязались самые сильные и выносливые участники команд. Им предстояло поднять гирю весом 24 килограмма. Все участники команд были настроены только на победу. Мы команда из ЖКХ представляем. Мы готовились очень сильно, каждый год выступаем. Все очень подготовленные, надеемся на победу. Мы сегодня участвуем на фестивале молодежном, спортивном. Принимаем участие от имени администрации. У нас спортивная команда. Сейчас начнутся веселые старты. Настроение отличное, погода замечательная. Готовились? Да, готовились, тренировались. Настроения у нас хорошие. Пришли победить. Занять первое место. Все скомое. Все умнее. Готовились? Еще как. Бегали по этажам. Больше всего ярких и положительных эмоций вызвали веселые старты. Это парный бег в обруче и ведение шайбы. Прыжки со скакалкой и забеги с баскетбольным мячом. Заключительным этапом стало перетягивание каната. Из последних сил участники старались перекинуть заветный красный узел на свою сторону. По результатам всех испытаний победителями спортивного фестиваля стала команда акционерного общества Баш Камон Энерго. На второй позиции центр комплексного обслуживания муниципальных учреждений. Бронзово предприятие РН Транспорт. Урок мужества для старшеклассников прошел в средней школе номер 4. Он был посвящен одному из самых значимых и тяжелых событий в истории нашей страны в Великой Отечественной войне. Почетным гостем стал заместитель начальника департамента, администрации президента Российской Федерации, полковник ювестиции в запасе, наш земляк Рафаэль Хакимов. Мой гость несет рукой, и защитит людей, и в море встать, радость глазах... Школьники подготовили для зрителей разнообразную программу. Рассказали товарищам о событиях военных лет, о потерях нашего народа и непростых испытаниях, выпавших на долю советского народа. Гость праздника презентовал книгу легендарным Оресьев. Рафаэль Хакимов вошел в состав редакционного совета книги и рассказал о том, как она создавалась. Произведение посвящено биографии героя Советского Союза Алексея Моресьева. По словам автора, основная задача книги – рассказать молодому поколению о подвигах людей времен Великой Отечественной войны. Он передал экземпляры издания администрации района, центральной районной библиотеки и школе. Перед школьниками выступил глава администрации района Ильшат Вазегатов. Он напомнил ребятам о вкладе янаурцев в Великую Победу и призвал их развивать в себе патриотические чувства. Настоятельно рекомендую вот эту книгу про честного. В электронном виде он везде, конечно, есть, но вы, если после прочтения вот этой повести еще и ознакомитесь с документальными фактами того, что произошло с человеком, с легендарным нашим летчиком, вы еще раз вникните в те вещи, о том, о чем говорил Рафаэль Маратович. На самом деле, патриотизм того поколения, военного поколения, предвоенного поколения, он впечатляет, скажем так, даже людей нашего поколения. Председатель СВАКУМа Курултая-Башкира Ильнаульского района Рафаэль Яхин провел беседу со старшеклассниками и узнал, насколько хорошо они знают события и известных героев тех лет. Проведение подобных уроков для детей – это хорошая возможность узнать еще что-то новое, вновь оценить понятие героизм. Чтобы люди знали, как это на войне случалось, надо делать это так, чтобы людям интересно было, а то просто, когда люди объясняют, это, конечно, хорошо, но надо это, чтобы это разбавлять, чтобы люди внимательно слушали, надо чтить память людей, которые совершали подвиги, чтобы дальше люди жили в мире и в спокойствии. Надо, чтобы помнили об этом. В продолжение урока перед школьниками выступил директор школы, ветеран боевых действий Зимфир Галинуров. Он высказал свое видение вопроса, есть ли место подвигу в настоящее время, и отметил, что в последующих локальных войнах российские солдаты проявили не меньшее мужество и героизм. О подвиге дедов – это повод задуматься каждому человеку о том, что бы он мог сделать для своей родины. Человек, который задает себе вопрос, есть ли место подвигу, должен спросить прежде всего себя, а что я сделал для процветания нашей Родины. И в мирное время для каждого человека есть место этому подвигу. Путь этот непростой, потому что ты должен начать прежде всего с себя, и для этого ты должен для себя определить, что ты хочешь достигнуть в жизни. Ты должен любить старших, любить Родину, уважать семью, матерей. Ты должен что-то сделать для себя лично такое, чтобы это было признано твоими земляками, в том числе, твоей малой Родиной. Потому что жить и любить только то, что имеешь – это неполноценный человек. Человек должен любить то, что он хочет любить. А для этого он должен сделать что-то большое и значимое, которое стоит полюбить в этой жизни. Как отмечают организаторы, это значимый вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. На примере прославленных героев молодые люди учатся любить свою Родину и становятся настоящими патриотами страны. Гульнара Сидникова, Артур Мухамедшин, служба новостей Янаульского телевидения. Помните, не плачьте, в горы задержите стоны, в горькие стоны, в памяти павших будьте достойны. Врачи ведущих клиник Башкирии принимают пациентов в городских и районных больницах. Эта медицинская помощь организована по поручению главы Башкортостана Радия Хабирова и эффективно дополняют работу по линии национального проекта здравоохранения. 10 марта медицинский десант выехал в Янаульский район. На протяжении трех дней специалисты принимали пациентов на местах, оказывали консультационную помощь. Участие в выездных приемах принимают узкие специалисты клинического госпиталя «Мать и дитя». Это репродуктолог-врач ультразвуковой диагностики, ахушер-гинеколог, врач по исследованию банка стволовых клеток. Всего за помощью в женскую консультацию обратились 33 жительницы района. Всем была оказана необходимая помощь. Основная проблема женщин репродуктивного возраста – это сложности с наступлением беременности. Врачи к этой проблеме относятся комплексно и готовы предложить сразу несколько методов решения проблемы. Проблемы у всех пациентов в принципе схожи и одинаковые. Есть случаи, есть случаи запущенные. Но, как правило, мы находим проблемы и находим те причины и устраняем их. Потому что у нас имеется большой плюс, потому что у нас огромный госпиталь, который оказывает всю помощь. Начиная от консультативного осмотра и просто приема и взятия анализов, до оказания высокотехнологичных операций, программы КО, в том числе в рамках по ОМС, по обязательному медицинскому страхованию, которое проводится бесплатно всем женщинам, которые имеют полис Российской Федерации. Ну, как правило, к нам пациенты приходят со многими проблемами, не только по бесплодию. Кому-то многим пациентам просто требуется консультация, осмотр УЗИ. Мы выявляем уже на этой стадии многие проблемы, направляем их на, соответственно, лечение. То есть кому-то требуется просто оперативное лечение, потом планируем беременность, а кто-то приходит с непосредственной целью об оказании высокотехнологичной помощи, а именно программы КО. И многие пациенты интересуются, есть ли программы КО и по ОМС, и платные программы. То есть и так, и так мы работаем, так как нашу клинику уже несколько лет включили. В рамках обязательного медицинского страхования мы также оказываем эту высокотехнологичную помощь наравне теперь с перинатальным центром, который оказывает помощь по всей республике в программах ОКО и так, и теперь мать и дитя работают на этих же условиях. То есть поэтому пациенты, те, которые спрашивают, интересуются или не знают, мы можем смело заявить и сообщить, что у нас есть большой поток и большое количество КО. Таковы новости к этому часу. Далее эфир продолжат мои коллеги. Я с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Внимание! В аптеках Фармленд феноменальный кэшбэк 10% на все покупки от 500 рублей. Скидки сохраняются. Приходи, покупай, экономь с Фармлендом! Уважаемые янаульцы, в честь празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в рамках проведения информационной кампании «Фронтовые письма» Военный комиссариат города Янаула, Янаульского и Калтасинского районов просит откликнуться неравнодушных жителей. Если в вашем доме хранятся оригиналы или копии фронтовых писем, просим принести их в военкомат по адресу город Янаул, улица Победы, 95. Памятные письма пополнят экспозицию музейного комплекса «Дорога памяти». Внимание у жителей частного сектора города Янаула! Администрация городского поселения убедительно просит произвести очистку водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод во избежание подтопления соседних участков, тротуаров, улиц и проездов.